в этом видео вы увидите несколько зарисовочек нашего питомника как мы живем немножечко изнутри из сердца нашего питомника театр начинается с вешалки а наш питомник с выгула естественно нужно содержать все в чистоте и поэтому наш рабочий день всегда начинается с уборки естественно все вывозится облагораживается как меня вот эта природа нравится вообще говорить даже ничего не могу слов нету посмотреть цветочка горы и везде зелень милин естественно мы все промываем иногда с порошком тщательно все потом смываем чтобы лапки потом у нас не разъела ну и у нас есть своя охрана привет придурки по-русски научись говорите рама по наехали к нам белокаменный а защищать есть кого у нас две породы китайский чунцин кавалер кинг чарльз паниель и и и и и и и и и Еще у нас есть две замечательные кошки. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, я бы сказал ритуал. И всех нам нужно накормить, обогреть, облюбить. Обязательно, конечно же, прибрать за всеми, потому что это животные. У нас есть свои помощники. Чтобы приучить щенков к горшку, сначала лежанка рядом лежит с горшком, а потом я отодвигаю уже, потихонечку, видите, отодвигаю. Ну вот, внизу у меня лотки, там прессованные опилки. Ну, в общем, они вот так вот на горшочек ходят, дрынь-дрынь. Я, в общем, эти какашки постучала по этой сетке, и они туда провалились. Убирать удобно, газетку свернул, выкинул, новую постелил. Когда кушаем, ставим подносик вот такой. Дом большой, и все животные распределены по этажам. Кто-то бегает, играет, кто-то спит, ну, а кто-то на выгуле загорает на солнышке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так уж заведено, в каждой спальне у нас вольеры. На улице уже темно, вечер. Всем удается попасть в вольер. Ну, мы вот покажем вам перед сном наших детишек. Вот, девчонки, смотрите, чем занимаются. Им не до сна, по ходу дела. Дети чунцини удивительные, чистоплотные. Вот, видите вы, да, у нас подальше там отгорожены горшочки. И они исключительно туда ходят. Все же приятнее всего не дома сидеть, а гулять на улице. А мы проводим на улице очень-очень-очень много времени. На наших одиннадцати сотках одни таланты. И спортсмены, и педжицы. Все отбавлены. В теплом доме тоже своя тусовка. Каша-малаша. Ага. Кабачки. Есть у нас и наглые попки, которые по кроватям лазают. Где Муха? Как ты Муха будешь? Где Муха? Где Шер? Ну, смотреть телевизор интересней всего. Это ты, что ли? Нет. Это не ты? Да. Это ты? Нет, не ты, не я. Подожди, Федя, это ты или не ты? Я просто смотрю, ты вырос очень, я не понимаю. Похож на Федю, но не понимаю, ты это или нет? Ты, я. Думаю, эти кошки бездельничают. Думаю, эти кошки бездельничают? Нет, они так друг друга моют. И чунцыны моются у нас. У них своя ванна есть. Она высоко, чтобы маме было удобно мыть их. А вообще за уборкой в доме следит наш кузенька. Это наш житель, любимый робот-пылесос. Вы думаете, мы совсем деревенские? Нет, мы социализируемся, едем на машинах. И что, забыл? Сказать пришел? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрят. Наверное, двойку получил. А это молодежь только учится ездить на машинах. А вообще у нас все хорошо, все отлично. Ну а как сделать, чтобы все было так, где не хочется? Конечно же, порядок. Везде порядок. У нас в каждой спальне свои вольеры, в каждой комнатке свои дети. То есть нет кучности. Все распределено. У каждого свое место. Каждый знает свою лежанку, свою чашку. Понимает, что можно, что нельзя. Одним словом, двоечников у нас нет. Повторюсь, в каждой спальне у нас сделаны удобные вольеры. Посмотрите, какие они большие, просторные. Вообще собакам очень удобно, комфортно. Там теплый пол, кафель. Вольеры полуоткрытые. Мы всех видим. Они видят нас. Вообще замечательно. Вот так откровенно, открыто мы вам показали нашу жизнь, которая полна любви, работы. И надеюсь, что мы с вами будем сотрудничать. Кто выбирает питомник Сваровский грант, перед покупкой мы всегда приглашаем к себе в дом. И показываем все. И мам, и пап, и как живут, и что едят. Ну и послесловие. Ради кого все это? Тут уж дядя Федор заволновался. Что измерять? Дайте мне пол...